Сергей Глазьев часто критикует Эльвиру Набиулину, считает, что политика Центробанка противоречит национальным интересам. И с некоторыми аргументами Сергея Глазьева даже можно согласиться, но есть проблема. Проблема в том, что Сергей Глазьев отрицает тот факт, что Эльвиру Набиулину в полной мере поддерживает президент правительства. Глазьев пытается представить ситуацию таким образом, как будто бы Набиулина действует в полной мере независимо от правительства и президента, якобы она выполняет указы МВФ или других подобных структур. При этом Глазьев почему-то забывает о том, что Госдума утвердила Набиулину по предложению президента России Владимира Путина. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Николай Николаевич. Есть такой экономист Сергей Глазьев. Это и сторонник действующей власти, и критик Центробанка. Таким образом он критикует политику Центробанка в данный момент. Сколько можно объяснять, что реальная цель руководства Банка России вовсе не таргетирование инфляции, а обеспечение сверхприбыли приближенным банкирам и валютным спекулянтам, а также вывоза капитала в соответствии с указаниями вашингтонгских организаций? Это очевидно по фактическим результатам, проводимой руководством Банка России политики, которая загнала нашу экономику в порочный круг деградации. Экономика уже 10 лет. В стокфляционной ловушке. Ущерб от деятельности нынешнего руководства ЦБ 50 триллионов рублей непроизведенной продукции. 30 триллионов несделанных инвестиций. Хроническая инфляция. Потеря 300 миллиардов долларов резервов. Здесь в глаза сразу же бросается один из главных аргументов Глазьева, что якобы ЦБ работает по указке вашингтонгских организаций, а российская власть как будто бы просто умывает руки. Какое ваше мнение об этом? Ну, я хотел напомнить, что господин Глазьев, я вот сейчас в датах могу ошибиться, но лет 10 был советником президента Путина. Ну, то есть он ему советовал. И получается, что либо на его советы плевать все хотели, да, ну, либо, я не знаю, действовали против. Либо он этого не советовал. Ну, потому что, главу Банка России назначает Государственная Дума по представлению президента, а не какой-то там Вашингтонский обком. И Владимир Путин предлагал Набиульну два раза на пост главы Центрального Банка. Оба раза Государственная Дума, большинством голосов фракции «Единая Россия», в последнем случае еще и ЛДПР, они поддерживали кандидатуру Набиульну. А где Глазьев-то был все это время, интересно? Он по-прежнему советовал, я так понимаю. Он не сказал, Владимир Владимирович, ну, зачем же вы предложили вот Набиульну-то? Она вот такая-такая-то политика Центрального Банка там неправильная. Получается, он тогда его функция-то в чем вообще состояла-то все это время? Интересно, да. Значит, тот, кто предложил, это человек хороший, а кого он предложил, человек плохой. Получается, что Путин, ну, что, не в состоянии с точки зрения Глазьева определить, кого он предлагает? Путин неоднократно отзывался очень хорошо и о работе Банка России, о работе Набиульна, о работе всего экономического блока правительства. Он это делал, и когда Глазьев был его советником, когда он перестал быть его советником, в этом смысле ничего не поменялось. Центральный банк, он никакой там не представитель ФРС, он выполняет указания президента и правительства, как он их понимает. И неоднократно во время всяких выступлений, еще раз говорю, президент поддерживал и повышение ставки Банком России и прочую деятельность, он никогда ее не критиковал. Ну, получается, что такие, как Глазьев, они, ну, как-то очень плохо относятся к Путину, считают, что его можно там вокруг пальца обвести, там, причем не один год, не два года, а вот там десятилетиями. Я хочу напомнить, что Набиульна, она же не из партизанского отряда, она была министром экономики, еще, по-моему, при Ельцине была заместителем министра экономики, ну, то есть, она занимается нашей экономикой, там, 30 лет, на разных там должностях, не суть важна. Ее так никто чего раскусить, что ли, не мог за это время, да, вот этого вот тайного, в кавычках, агента Вашингтонского обкома. Набиулина проводит политику, как она ее понимает. Не потому, что ей там обком приказал в Вашингтонске, она так понимает, она ошибается, на мой взгляд, ошибается серьезнейшим образом. Но только вот поэтому, как раз, в отличие от Глазева, фракция Коммунистической партии голосовала против ее утверждения на должность главы ЦБ и, самое главное, еще до СВО, депутат Глазкова и другие депутаты КПРФ задавали вопросы Набиулиной, Силуанову, прямо вот как только Дума избралась в октябре 21-го, с требованием вывести наши активы с Запада. Это было, это зафиксировано документально. И та же Глазкова, а не Глазев, на заседании фракции спрашивал Набиулину два раза, вы какие действия предпринимаете с целью возврата активов, уже когда они были заблокированы. Набиулина все рассказывала, что она юристов никак не может найти, чтобы начать процессы по этим активам. Замечу, некоторые олигархи российские, они этих юристов не только нашли, они успешно провели эти процессы и вернули свое имущество, которое попало под санкции. Но, видимо, это их деньги, им это очень важно. А Набиулина так и не нашла, а потом вообще вдруг заявила, что это дело МИДа Российской Федерации, которая, ну уж, я там работал, при всем уважении или неуважении, к этому вопросу никакого отношения вообще не имеет. Набиулина и Силуанов размещали там деньги на Западе. Это их прерогатива. Активы и Банка России, и Минфины. Их предупреждали, что это опасно. Предупреждали до СВО. Они этим предупреждением не вняли. Ну, а где все это время был товарищ Глазев там или господин, я не знаю. То ли он был уже советником президента, то ли нет. Но это пусть он расскажет сам уже. Продолжение следует...